Дорогие братья и сестры, я рада приветствовать каждого из вас. И у нас сейчас будет практическая часть нашего семинара. И месяц, который был, октябрь, мы называли его месяц благословения. И в октябре месяце мы молились и за освобождение от долгов, мы молились и постились за то, чтобы приобрести новое жилье, чтобы обновить работу, бизнес и за мудрость в финансах. И вот сегодня в нашей практической части мы поговорим об одной из основ финансового благополучия, о бюджете, семейный бюджет, другими словами, финансовая грамотность. Скажу сразу, братья и сестры, что грамотными мы не рождаемся, мы ими становимся, когда учимся. И поэтому сегодня мы тоже будем учиться в этом направлении. И я знаю, что это поможет нам и для церквей, с нашим церковным бюджетом. Но сегодня говорим о нашем семейном. Первое, это я хочу, чтобы мы могли сегодня обратить внимание на три места из Библии. Три места из Библии. Первое это Луки, 14 глава, 28-30 стих, и здесь есть такие слова. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможит совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». То есть это место Писания учит нас, что если мы умеем планировать, рассчитывать силы и возможности, то этот человек выиграет битву. Поэтому насколько важно это уметь. Другими словами, это принцип уметь жить не по желаниям, а по своим возможностям. Вот этот принцип, если мы будем руководствоваться им, он сохранит нас от множества проблем. Второе место Писания написано в притче, 13 глава, 23 стих. Здесь написано, «Много хлеба бывает и на Неве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Смотрите, что говорит это место из Библии. Что есть люди, которые потрудились, они потрудились, собрали большой урожай. Написано, что они собрали урожай, но гибнут от беспорядка. То есть, другими словами, что для того, чтобы были лишения в жизни, это не обязательно не уметь зарабатывать или не быть трудолюбивым. Но беспорядок, это тоже является причиной лишений. Поэтому очень важно не только быть трудолюбивым, но и иметь порядок. И вот бюджет, это как раз и есть порядок в финансах. И третье место Писания, это притча, 3 глава, прочитаем с 13 по 16 стих. Здесь говорится, «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желания желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава». Вот что Библия говорит о мудрости, что она намного больше, чем богатство. Потому что богатство можно потерять, его могут украсть. Но мудрость, которую приобретет человек, она с ним останется. И она умножит то малое, которое он имеет. Поэтому самое главное, это не умение человека даже заработать, а умение распорядиться тем, что он заработал. Аминь, братья и сестры, вы согласны со мной? И вот бюджет, это и есть составляющая мудрости. Бедному он поможет выжить, если человек в долгах, выйти из долгов, а богатому приумножить то, что он имеет. И знаете, бюджет, он латает дырку в кошельке, и деньги не теряются. И вот это было основание из Библии. А сейчас, братья и сестры, предлагаем мы вам просто среднестатистический бюджет, чтобы мы могли увидеть и просто ориентироваться вообще, что такое бюджет. Нам сейчас его покажут на экране. Давайте так, условно он делится на три части. Когда-то пастор Филипп уже очень-очень давно на центральном служении он проповедовал о бюджете, и он сказал тогда очень важные слова. Давайте мы условно разделим бюджет на три части. Первая – это вечность, вторая – это сегодня, и третья часть – это завтра. Что такое вечность? Десятина и пожертвование – это две самые главные статьи бюджета. Давайте так, что такое бюджет? Это конвертики, которые мы приготовили для того, чтобы туда положить определенную сумму. Так вот, когда мы зарабатываем финансы, мы приходим, благодарим Бога за то, что мы могли заработать. Или какое-то приобретение, кто-то нас благословил. Первое, что мы делаем – мы благодарим Бога. И вот, если говорить о бюджете, то самые главные статьи после нашей молитвы благодарности – это десятина и пожертвование. А почему они называются вечность? Да потому что именно эти две статьи бюджета показывают наше отношение с Господом. Как мы к нему относимся? Почитаем ли мы Его как Господина нашей жизни, Хозяина и Обеспечителя? И в Библии написано, что человек, который удерживает десятину, Библия связывает это даже с воровством. А мы понимаем, что это и имеет определенные последствия. Поэтому десятина и пожертвование условно мы называем вечность. Второе – это сегодня. Сегодня – это поточные вопросы. Поточные вопросы, которые нужны нам каждый день. Первое, знаете, это квартплата и аренда жилья. Я думаю, что после того, как мы отложили десятину и пожертвования, следующее по важности – это квартплата и аренда жилья. Почему? Потому что если мы не будем это делать, то мы влезем просто в долги. Поэтому следующее – это квартплата и аренда. Четвертый пункт – это еда. Пятый – хоззатраты, одежда, транспортные и карманные расходы, отдых, здоровье, дети. Возможно, у кого-то нет детей, то не надо за 10 лет до этого собирать. Мы не об этом говорим. Мы говорим о сегодняшнем дне. Если есть дети, можно завести конвертик «Дети». Следующее – это может быть учеба, это может быть машина. И одиннадцатая статья – это резерв. Вы знаете, это тоже очень важный конвертик – резерв. А нас, с одной стороны, этот конвертик регулируют. Остальные статьи, бывает, в чем-то не хватило. Вот, например, еда. Вот потратили больше, чем обычно в этом месяце, то этот конвертик «Резерв» регулирует все статьи или накапливает. Если все статьи справляются, то конвертик «Резерв» накапливает сумму, и тогда она может пригодиться в каком-то из этих пунктов. И последнее – это что касается «Завтра». Он называется «Накопление». Можно назвать накопительная статья, можно назвать ее развитие, можно назвать ее как угодно. Но это такой конверт, в котором мы складываем и собираем на какие-то большие покупки. К примеру, мы собираем на квартиру, мы собираем на машину, кто-то уже собирает себе на пенсию. То есть такие большие-большие покупки или такие дальновидные планы. Очень хорошо, когда у нас в бюджете будет такой конвертик, как накопление. Вот я говорю, это среднестатистический бюджет. У кого-то будет больше статей, у кого-то будет меньше. Это приблизительно. Что еще очень важно знать о бюджете? Мы можем его ввести или в процентах, или поставить фиксированные суммы. Определить, что вот эта статья будет иметь определенную сумму. То есть у кого-то это может быть проценты, у кого-то это может быть фиксированная сумма. Что еще очень важно? Статья накопления, если мы действительно хотим накопить, то неплохо, если бы она была не меньше, чем 20%. Тогда мы могли бы накопить на какие-то серьезные вещи или покупки. Следующее. Я бы сказала так, что существует такие три вида бюджета. Выживание, достатка и развитие. Если человек в каком-то кризисе, вот мы скажем, что он заводит бюджет выживания, там, возможно, не будет таких статей, как накопление. Почему? Ему главное выжить сейчас. А накапливать он будет, когда уже все урегулируется в жизни у него. Там, возможно, не будет такой статьи, как отдых. Я скажу вам, может быть, еще какие-то статьи там не будут. Самое главное человеку просто выжить. Но, знаете, в таком режиме нельзя быть полжизни. Это может быть какой-то критический момент. Но нельзя, чтобы все время был бюджет выжить. Почему? Тогда нужно что-то глобально решать, менять работу, что-то думать. Да, это когда ЧП произошло, мы пользуемся бюджетом выжить. Второе, это достатка. Это нормальный, обычный бюджет. На каждый день, когда мы живем в обычном, нормальном режиме. И следующее, это развитие. Когда у вас достаточно заработок, у вас все хорошо, все в порядке. И ваша статья накопления, она может быть, ну, я не знаю, там 30, 40, 50 процентов. Вы можете, это называется уже бюджет развития. Тогда вы сможете приумножать свои финансы. И что еще очень важно, братья и сестры, знать, что бюджет должен пройти проверку. Бывает так, что человек подумал, все, начинаю жить по бюджету. Вроде бы начал, хватило на месяц или хватило на два. Почему? Ну, что-то не сошлось, где-то в какой-то статье не хватило. И человек думает, а, нет, это не для меня, у меня не получается. Поэтому вы, знаете, если вы решите это делать, то дайте себе время и терпение, чтобы потом что-то подкорректировать. Какую-то статью убавить, какую-то добавить. И тогда у вас урегулируется он, и вы сможете выбрать свой бюджет и жить им каждый день. Вот это был такой второй пункт у нас, который касался бюджета. И третий, что очень важно, я хочу дать полезные советы. То есть это ответы на вопросы. Полезные советы. Вот такой первый вопрос. А что делать, если зарплата нестабильная, а приходит частями? Кто-то зарабатывает каждый день, и при том такие разные суммы, неодинаковую сумму. Что делать в таком случае? Совет такой. Вы сможете собирать финансы и один раз в неделю раскладывать их по бюджету. Не каждый день, а раз в неделю раскладывать по бюджету. Что делать, если у человека долги? Что делать, если долги? Совет. Гасите их из статьи накопления. Посвятите им на статью накопления выплате долга, пока вы его не выплатите. И в этот период времени она не должна быть больше 30%. Почему? Иначе вы просто не выживете. Если вам нужно отдать долги, вы поставите статью накопления, с которой вы будете погашать долги 50%, вы просто не выживете. Почему? Вам нужно кушать, вам нужно платить за квартиру, вам нужно покупать хостовары и так дальше, необходимые вещи. Поэтому она должна быть в этот период не больше 30%. Третий вопрос. Как снять квартиру, если это не по карману? Совет такой. Кооперироваться по 2-3 человека. Одному это не по силам, двум-трем будет и хорошая компания, и будет по силам снять квартиру. Четвертое. Если деньги приходят на карточку, а не наличные, что делать тогда? Совет. Сделайте бюджет не конверты, а в электронном варианте. Сейчас в интернете есть предложение для этого, и можно сделать электронный бюджет. Но, братья и сестры, мы сейчас поговорили такую теорию о бюджете, а я хочу вам рассказать свидетельство моей жизни, вот как я в первый раз услышала слово бюджет. Это было много лет назад, и я была в таком, знаете, критическом положении материальном. Почему? Потому что я уволилась с работы, где зарабатывала большие финансы на то время. И когда я уверовала, я искала работу такую, которая, знаете, которая не мешала бы мне и Богу служить, и сыну моему уделять время. И на тот момент моя зарплата была очень маленькая. И это было 6 лет вот такого периода, когда у меня были долги за квартиру очень большие. Хотя меня родители всю жизнь учили. Это было с детства у меня такое понимание. Мне всегда и папа, и мама говорили, «Таня, ты можешь без всего обойтись, но не влази в долги». И знаете, я с детства понимала, что нужно жить не по желаниям, а по возможностям. Но вот в мою жизнь тогда пришла такая проблема, когда моя зарплата была настолько маленькая, что я не могла нормально платить за квартиру. И вот, знаете, стоило один-два раза пропустить квартплату, как потом ты уже понимаешь, что ты не можешь отдать долг. И вот этот долг копился, копился, и, знаете, пришло оно к тому, что выросла огромная, но для меня неподъемная сумма. И, знаете, я каждый вечер ложилась спать, и я боялась. Я каждое утро просыпалась с этой мыслью, что мне делать. Каждый раз приходит квитанция за квартплату, а у меня этот долг растет, 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 растет. И я не знаю, где мне уже теперь найти выход, потому что уже сумма такая, что я сто процентов не могу ее погасить. И вот в тот период мы поехали в миссионерскую поездку, и там одна сестра, она рассказывала о бюджете. Она говорит, вот вы знаете, а я до этого ничего о бюджете не слышала. И она говорит, вот вы знаете, братья и сестры, мы в своей семье живем по бюджету. Вот у меня есть такие конвертики, и мы каждый раз с мужем туда в конвертики ложим там определенную сумму денег. И как это хорошо, и как это правильно. Знаете, а я тогда сижу и думаю, боже мой, мне лишь бы денег на конвертики хватило, а не то, чтобы в них что-то положить. Честно, вот такое было тогда положение. И когда закончилось вот это вот ее учение, свидетельство-то ее, она подходит ко мне, дает мне 10 долларов и говорит, Таня, я тебе даю вот эти вот 10 долларов, и я тебе хочу сказать, возьми и начни платить долг за квартиру. Знай, если ты верующий это примешь, у тебя все получится. Братья и сестры, я вам честно скажу, я взяла эти 10 долларов, ну, вы понимаете, что это не решило мои проблемы в корне, вообще не решило это проблемы в корне. Но я приняла это как слово от Бога. Я тогда взяла эти 10 долларов, пошла их поменяла. И знаете, первое, что я сделала? Я пошла в ЖЭК, хотя бы было и страшно, и переживательно, и мысли, как же все-таки я справлюсь. И я попросила, чтобы мне в ЖЭКе расписали каждый месяц определенную сумму. Там сумма была очень маленькая, гасить долг. И поэтому там надо было, по-моему, чуть ли не 5 лет отдавать этот долг. Но я, значит, с ними вот такой договор заключила, и каждый раз мне приходила платежка за квартиру платить каждый месяц и определенную сумму долга. И первое, это я вот пошла в ЖЭК и заключила с ними договор. А второе, что я сделала? Я все-таки купила конвертики. И знаете, я стала перед Богом, я помню этот день. Я стала перед Богом и сказала, «Боже, я сейчас прошу у тебя, как эта вдова, у которой не было масла, но ты искал подготовить сосуды. Вот я сейчас, Господь, приготовила эти сосуды, эти конверты. У меня нет масла, но я знаю, что это масло есть у тебя. И я знаю, Господь, что ты не будешь масло лить просто на пол. Тебе нужны сосуды. Так вот я тебе их приготовила. Боже, прошу тебя, излей в них масло». И знаете, что я сделала? Взяла финансы и разложила их по конвертам. Где-то лежало 5 гривен в конверте, где-то лежало 10 гривен в конверте. Знаете, с другой стороны, это было смешно. Ну что это за суммы там лежали? Это было смешно. Но это был мой шаг к новой жизни. К жизни, где все будет упорядочено. К жизни, где я буду со своей стороны стараться сделать, что я могу. Что я на тот момент могла? Вот подготовить сосуды и помолиться Богу. И я вам свидетель, братья и сестры. Прошло какое-то совсем короткое время, и мне предложили другую работу, где была больше зарплата. И знаете что? Я вам скажу так, братья и сестры. Я тогда молилась каждый день и просила, Господи, я хочу отдать этот долг, свершить чудо в моей жизни. И знаете, на какое чудо я рассчитывала? Что все-таки кто-то меня благословит, и я смогу этот долг отдать. Или кто-то там, я не знаю, наследство мне оставит. Или где-то я найду эти финансы, чтобы сразу погасить. Я думала, что вот так придет ответ на мою нужду. Но я вам хочу сказать, я отдавала его почти пять лет. И вы скажете, ну в чем же чудо? Чудо это, если бы тебя дали деньги, ты пошел бы погасил. А для меня чудо, что я все-таки его выплатила. И когда я брала последнюю платежку, и там написано долг ноль, я так радовалась, я так скакала. Я вам не могу передать, как я была благодарна, что Бог меня от этого избавил. Но знаете что, братья и сестры? Я считаю, что это было чудо, потому что я приобрела больше, чем финансы. Я приобрела мудрость. За это время, трудное для меня время, когда, казалось бы, ты распоряжался копейками, у тебя не было много, то я вам хочу сказать, что вот в этот момент Бог научил меня мудрости в распоряжении в финансах. Бог научил меня ценить каждую копеечку. Знаете, чему научил меня Бог? Воздержанию. Воздержанию это значит покупать в магазине не то, что я хочу, а то, что мне действительно нужно. Я в этот период времени научилась ходить на базар с листочком, где написано, что я хочу купить. А до этого, когда работала на работе в баре, я могла купить все, что хочу. Денег было очень много. Не было мудрости, поэтому эти деньги, как дырка в кошельке, которые вываливались, я не знаю, где они одевались. А тогда ты шел на базар с листочком, тут написано, купить хлеб, посолнечное масло. И я иду и смотрю в листочек. Не по сторонам, не то, что мне пахнет, не то, что глаз радует, а то, что мне нужно, что я запланировала. И знаете, когда-то помню, одна старушка говорит, да вы, такая молодая, уже с листочком ходит. Почему? Ну обычно это, знаете, когда старушка ходит с листочком. Да оно нормально. А когда девушка молодая, мне там было чуть больше 20 лет, ходит с листочком. Но оно как-то не свойственно молодым. Но Бог меня тогда этому научил. Научил просто. И сейчас я вам хочу сказать, Бог свидетель. Я покупаю не то, что мне хочется. Я покупаю то, что мне необходимо. Ты где-то научился определять, чего тебе хочется, а что тебе действительно необходимо. И я благодарю за это Бога, братья и сестры, при помощи того, что Бог дал мудрость тогда. Сейчас забери бюджет, и я вам честно скажу, я не знаю, как жить. Я понятия не имею, как жить. Знаю, что у меня есть конверты. У меня есть конверт на то, на то, на то. И ты живешь согласно своих возможностей. И у тебя в каждом конвертике что-то есть, и ты можешь позволить себе все. Да, может, ты не можешь позволить себе поехать, куда-то отдыхать, я не знаю, куда. Там очень дорого. Но согласно своих возможностей у тебя для всего есть, у тебя для всего есть все необходимое. И, братья и сестры, поэтому Библия говорит, самое главное – это мудрость. И я знаю, дорогой друг, возможно, ты сегодня в долгах. Бог поможет тебе выйти из долга. Он хочет тебе сегодня даровать больше, чем богатство. Больше, чем если бы кто-то подошел и дал тебе деньги. Бог дарует тебе мудрость. Это у тебя не отнимется, она с тобой будет. Она поможет тебе. И то, что есть у тебя, даже самое малое, она поможет приумножить. И, возможно, вы сегодня молитесь о жилье. Бог поможет вам найти жилье. Бог поможет вам, мудрость даст, как это осуществить. Бог поможет вам иметь все необходимое. Но самое главное – Он дарует тебе мудрость. А, знаете, бюджет – это и есть одна из составляющих мудрости в финансах. И поэтому давайте мы сейчас поднимемся. И еще раз хочу прочесть это место из притч. Притчи 3, 13, 16. Блажен человек, который снискал мудрость. Возможно, ты ее будешь копить несколько лет, чтобы накопить эту мудрость. Ничего. Не переживай, зато она с тобой всю жизнь и останется потом. И человек, который приобрел разум, он блажен, который приобрел мудрость и разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничтое желание мое тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке у нее, а в левой – богатство и слава. Мудрость от Бога поможет тебе выйти из кризиса. Мудрость от Бога поможет тебе иметь все необходимое. Мудрость от Бога поможет тебе рассчитаться с долгами. Мудрость от Господа. Давайте мы сейчас помолимся. Пусть Господь благословит. Приобрести мудрость. Открытое сердце, чтобы мудрость от Бога была составляющей нашей жизни. Дорогой Господь и Бог, мы сегодня приходим к тебе как источнику мудрости. Мы знаем, что ты имеешь все для нас необходимое. У тебя есть ответы на все наши вопросы, Господь. Боже мой, мы никогда не будем нуждаться в куске хлеба. Ты так обещал. Боже мой, мы просим тебя, дай нам мудрости, чтобы мы никогда не трудились для дырявого кошелька, чтобы никогда мы не теряли, Господь, то, что приобрели, чтобы мы никогда не гибли от беспорядка. Пусть порядок твой будет в жизни нашей, мы об этом просим. Благослови нас, пусть этот порядок придет в нашу жизнь. Господь, пусть сейчас придет вера, что все получится, чтобы мы не боялись начать, Господь, чтобы мы не боялись стартануть. Благослови нас в этом Божьего имя Иисуса Христа. Господь драгоценный, благослови тех людей, которые сегодня попали в кризис, выйти из кризиса, которые в долгах, выйти из долга. Господь, которые нуждаются в обновлении, дай им это обновление. Господь, дай умножение, Господь. Благослови нас. И пусть то маленькое, которое мы имеем, дай нам мудрости, с благодарным сердцем распоряжаться. И пусть оно умножается. Благослови, чтобы у всех нас было достойное жилье. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Чтобы у наших детей, Господь, было достойное жилье. Господь, чтобы мы могли, Господь мой, иметь все потребное. Благослови свой народ. И веди свой народ. Господь, мы сегодня, как та вдова, готовим для Тебя сосуды. Излей свой елей. Излей свое благословение на нас. А мы это приобретаем. И мы Тебя за это благодарим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Вас Господь. Аминь. Аминь. Аминь.